В 2013 году объединённая группа чешских и британских физиков объявила миру о сенсационном изобретении. Учёные уверяют, оно способно открыть новую эру в изучении тайн космоса. Физики нашли способ перемещать предметы на расстоянии, и это не телекинез, а реально работающая установка. В перспективе так называемый притягивающий луч сможет захватывать и перемещать объекты, удалённые на несколько сотен километров. А значит, теперь неизведанные планеты станут гораздо ближе. Работы по созданию нового прибора были строго засекречены, но кое-что журналистам всё-таки удалось узнать. В основу конструкции была заложена система зеркал. Несколько десятков отражающих поверхностей, выстроенных в строго определённой последовательности. Именно они в десятки раз увеличивают мощность притягивающего луча. Эти удивительные свойства обычных зеркал учёные открыли совсем недавно. Пока у этого эффекта нет даже научного обоснования, учёные не понимают, почему зеркало придаёт новым лучам фантастическую силу. Какие ещё тайны скрыты по ту сторону отражений? И почему исследование зеркал связано со смертельным риском? В мире много тайм. Одна из них будет раскрыта сегодня. Отражение будущего. Чем закончились секретные опыты советских учёных за полярным кругом? Есть зона, когда ход времени изменяется наобратно. Проклятие семьи Голицыных. Что видят в зеркале потомки старинного рода? Я вижу, что это не я, а это мой скелет, мой череп и все мои кости. Проводник в потусторонний мир. С чего начинается путешествие в иную реальность? Чёрные объекты чёрной материи кабинет. Сознание начинает уходить. Тайное оружие. Зачем окружают зеркалами офисы конкурентов? Между определёнными фирмами идёт необъявленная война зеркал. Как выглядит призрак газеты «Известия»? Можете наблюдать эти глаза в фильмах ужасов. И почему нельзя доверять зеркалам? Смертельно опасный эксперимент нашей программы. Тайный мир. По ту сторону зеркала. Здравствуйте, с вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. Говорят, они могут запоминать всё, что в них отражается. Детский смех, счастливую улыбку или боли отчаяния, панику, страх. Учёные утверждают, зеркала не только отражают наш мир. Они записывают информацию. Но так ли? И можно ли объяснить то, что вы сегодня увидите, простыми законами физики? Солист группы «Самоцветы» Георгий Власенко столкнулся с необъяснимым лицом к лицу. Точнее, однажды просто не увидел своего лица в старинном зеркале. Оно как будто отражало реальность с небольшой задержкой. Этот загадочный эффект певец наблюдал всего пару секунд. Георгий признаётся, накануне они проводили с друзьями спиритический сеанс. Сначала шутки ради. Но после произнесения специальных заклинаний перед зеркалом всю кампанию обуял неподотчётный ужас. И сеанс прекратили. Ну, благодаря крыше может поехать, и всё, и дальше, и обратно не вернётесь. Поэтому я стал относиться к этому так, что стараюсь просто не влезать в эту тему. Но после того вечера безобидный домашний атрибут как будто начал шалить. Певец говорит, было стойкое ощущение, что зеркалом управляет некий дух. И с каждым днём он становился всё более агрессивным. На ночь зеркало прикрывали плотной тканью, но оно каким-то образом сбрасывало покров. Однажды его повернули отражающей поверхностью к стене, а утром увидели, что зеркало вернулось в прежнее положение. Я не знаю, почему оно повернулось, и как это вообще случилось. Как говорят многие, зеркало аккумулирует в себя определённую энергию, оно собирает в себя информацию. Исследователь паранормальных явлений, писатель Владимир Орлов, многие годы изучал языческие культы народов Карибского бассейна. Он рассказывает, древние верили, что при помощи зеркала можно создать копию человека. Такие есть ритуалы с помощью системы зеркал, когда мы создаём, клонируем человека. Ну, клонируем не его физическое тело, а клонируем его астральное, ментальное, бультические тела. Зеркальный двойник будет жить по законам параллельного пространства. Его силу можно увеличить, если провести ещё один ритуал – жертва приноши. Владимир Орлов говорит, колдуны Гаити умеют создавать такую зеркальную копию человека, которая даже обладает привычками оригинала. Чёрная магия, она питается кровью и другими субстанциями. Вот, мы получим некоторый такой объект, которым можно управлять, и который, значит, имеет свойства данного человека, с которого мы скопировали этот объект. Археологи свидетельствуют, первые бронзовые зеркала появились на Земле за 3,5 тысячи лет до нашей эры. Их находят в могилах и усыпальницах по всему миру. Интересно, что в древности зеркала были сакральным объектом и важной частью ритуального культа. В быту использовать зеркало считалось опасным. Зеркала, они способны хранить информацию. И, соответственно, душа может каким-то образом попасть в эти лабиринты и там, ну, как бы, затеряться. Откуда пошло поверье, что разбитое зеркало приносит несчастье? Существует поверье, если в доме покойник, зеркала нужно плотно завешивать. Иначе дух усопшего может навсегда остаться в зеркальном коридоре, на границе двух миров. Даже в современном обществе это правило соблюдается неукоснительно. Специалисты считают, что этот обычай пришел к нам из глубокой древности. И это не просто суеверие. Таким образом, говорят исследователи, люди защищаются от вредного воздействия из параллельных миров. Ведь бессмертная сущность человека, увидев себя в зеркале, может навсегда застрять в коридоре между мирами. Реальная смерть наступает примерно через 20-30 минут после остановки дыхания. Примерно через трое суток после этого сознание возвращается. Вот этот шок смерти, первый шок смерти проходит. И вот эти с третьего по седьмой день после смерти человека, он не знает, что он умер. Издревле зеркалам приписывали мистическую силу. У племени Майя были особые дни, отмеченные знаком зеркала. Считалось, что дети, рожденные в такие периоды, несут очень мощную энергетику. Их боялись едва ли не больше гнева самой стихии. Астрологи Майя знали, что эти люди обладают особым качеством. Они могут посмотреть на каких-то других людей и спровоцировать определенные события. Человека зеркала всегда опасались, потому что там, где он находился, в его присутствии, могли происходить катастрофические и страшные события. В скифских захоронениях зеркало неизменно лежит рядом с телом покойного. Это обязательный атрибут, который, верили древние, должен был сопровождать душу человека в загробном мире. В Петербургском институте материальной культуры собрана огромная коллекция таких предметов. Кандидат исторических наук Мария Келуновская говорит, что назначение многих зеркал ученые пока не могут объяснить. Зеркало находилось рядом с женским скелетом. Либо иногда его прятали, видимо, для того, чтобы его не украли. И в углу где-нибудь под бревнами срока мы обычно все равно находим еще хотя бы одно зеркало, кроме того, которое вместе с женщиной. Эти находки датированы 8 веком до нашей эры. В то время человек еще не владел технологией изготовления зеркал. В этих медных дощечках едва ли можно было разглядеть свое отражение. Но почему тогда каждая женщина от рождения до самой смерти была обязана носить на поясе такой предмет, не снимая его ни на минуту? Конечно, они не имели значение утилитарное, скорее всего. Хотя, конечно, можно медную поверхность полировать, чтобы она имела отражающую функцию. Скорее всего, они имели, конечно, магическое значение и должны были отражать не лик человека, а, видимо, лик умершего, который переходит в загробный мир. На Востоке с древних времен существовала целая культура обращения с зеркалами. Там верили, с помощью отражающей поверхности можно защитить свой дом от врагов. Огромные зеркала ставили за окно, а маленькие клали в карман, как своего рода амулет. Древние зеркала, вот японские там старинные зеркала, там вообще-то сплошная мистика. И были исследования английские, между прочим, когда эти находили в захоронении их зеркала, потом всё это было засекречено. И сейчас невозможно найти описание, что это было на самом деле за эти зеркала. Зимой 2012 года китайская газета Ван Чэнь Янбао опубликовала описание странного конфликта между офисами двух коммерческих фирм в городе Гуанчжоу. Сотрудники одной компании установили два больших зеркала напротив окон конкурентов. В ответ вторая фирма выставила три десятка зеркал помельче. Издание отмечает, что власти Гуанчжоу были вынуждены вмешаться в ситуацию. Коммерсанты, видимо, попытались использовать древнее китайское зеркальное проклятие. Удивительно, но люди, которые управляют высокотехнологичным бизнесом, похоже, всерьёз поверили, что при помощи древнего обычая можно разорить конкурентов. Они вывешивают зеркала, причём зеркала обращены как раз вот в сторону окон того самого офиса, той организации, которой они хотят навредить. Эта самая война зеркал приводит к тому, что у неприятелей возникают серьёзные неприятности. Смотрите после рекламы. Ремонт потревожил призраков. Кто пугает сотрудников известной российской газеты? Волей-неволей начинаешь верить в эти чудеса и волшебства. Куда ведут зеркальные двери и есть ли выход из параллельного мира? Там 12-мерные пространства, у нас трёхмер. И почему отражения забирают жизнь? Зеркало может напитываться энергией предметов людей, которые отражаются в нём. Мимо этого здания ежедневно проходят сотни тысяч москвичей. Одно из крупнейших издательств расположено в историческом центре столицы. Но о том, что происходит за этими стенами, случайные прохожие вряд ли догадываются. Генеральный директор издательства «Известия» Эраст Галумов никогда прежде не рассказывал об этом журналистам. Казалось бы, деловой человек, который пользуется репутацией крепкого хозяйственника, по определению далёк от мистики. Только программе «Тайны мира» Эраст Галумов впервые рассказал, что в редакции стали происходить странные вещи. У директора возникло подозрение, что в его кабинет словно возвращаются посетители из прошлого. Здесь были очень известные люди. Владимир Майковский сидел на этом месте, Демян Бедный. Приходил Максим Горький сюда. Поэтому место было такое знаковое, где были люди сильные, как сейчас принято говорить, с достаточно сильной энергетикой. Долгое время эти герои были лишь объектом гордости нынешних обитателей здания. Пока однажды здесь не затеяли ремонт. Пласт за пластом. Рабочие снимали фрагменты стен, которые были возведены еще в середине прошлого века. Работа шла и днем, и ночью. Но вскоре что-то или кто-то как будто стал мешать строителям. Именно ночью здесь происходили некие, скажем, движения, звуки. Я оценивал их исключительно с материалистической позиции. Но когда это становится системой, и когда ты видишь, что на твой вопрос, а есть кто-нибудь в этом здании, стакан начинает двигаться, извините, то волей-неволей начинаешь верить в эти чудеса и волшебства. Но настоящий шок ожидал Галумова позже, когда ему самому пришлось столкнуться с мистической насмешкой истории. На этот раз знак пришел из мира зазеркалья. Но что может увидеть человек, обращая свой взгляд к зеркалу? Отражение – это просто физическое явление. Или пространство, которое мы видим за плоскостью зеркал, обладает своей собственной энергией. Почему говорят, как вверху, так и внизу? Вот это как раз под зеркали и над зеркали. Вот над зеркали, как бы параллельный мир зеркалит наш. Но только там 12-мерные пространства, у нас трехмерные. Американский парапсихолог Раймонд Моуди всю свою жизнь посвятил изучению вопроса, есть ли жизнь после смерти. Но самый главный вопрос, который интересовал исследователя – куда попадаем мы после того, как наша земная жизнь окончена? Моуди нужен был своего рода предмет-проводник для путешествия в иной мир. Он остановил свой выбор на обычном зеркале. Зеркало помогает уйти внутрь себя, понять, что такое я, что такое мой мозг, как я контактирую с миром, вообще, что такое мир. Потому что через это, через зеркало мы на самом деле контактируем с собой. Идет инициация собственного сознания. Для того, чтобы хоть немного приблизиться к разгадке вечной тайны, Моуди прибегнул к древней методике созерцания зеркал. Еще великие мудрецы древности владели этим тайным знанием. В исторических документах сохранились свидетельства о некой камере видения. В те времена ее называли психомантию. Обязательным атрибутом этой священной комнаты были зеркала. Именно с их помощью, верили древние, можно открыть дверь в царство мертвых. Для своего эксперимента Моуди выбрал несколько десятков человек. Все они должны были отличаться крепким здоровьем и психической устойчивостью. Ведь каждому предстояло совершить шаг в неизвестность. Туда, где грань между жизнью и смертью стирается. Действительно, с зеркалами осуществляются многочисленные ритуалы. И способ заглянуть в зеркало не для того, чтобы увидеть там свое отражение, а увидеть нечто другое. И какие-то картины потустороннего мира. Недаром все слышали о зазеркалье, то есть о мире, который существует по ту сторону зеркала. Это фактически реальная вещь. Комната, куда следовало войти каждому из испытуемых, была оборудована удобным креслом. Напротив, на расстоянии метра, висело огромное зеркало в человеческий рост. Темные шторы образовывали своего рода узкий коридор, в который не проникал свет. По сути, это простая методика. Обитый черной материей кабинет. Большое зеркало, да. И на некотором расстоянии зеркала сидит пациент или человек. И смотрит в зеркало рассеянным взглядом. В течение, ориентирующего примерно 30-40 минут. Более нет смысла. Сознание начинает уходить от концентрации. Результаты этого эксперимента позже войдут в историю, как первые массовые свидетельства существования потустороннего мира. Но что скрывала от участников опыта зеркальная поверхность? Каждый из нас является своего рода излучателем тонких энергий. Ученые даже установили среднюю частоту этих волн – 10 Гц. Механизм такого излучения пока не изучен. Но известно, чем ярче эмоциональный фон человека, тем сильнее эта энергия. Ученые уверены, в скором времени будут изобретены приборы, которые смогут точно измерить силу страха, ненависти или злобы. Но уже сейчас известно, что станет основным чувствительным датчиком такого устройства. Это обыкновенное зеркало, которое есть в любой дамской сумочке. Когда вы отражаетесь в зеркале, кто вы такой вообще, из чего вы сотканы? Не только ваша физическая оболочка отражается, но и все ваши мысли. И зеркало как матрица. Оно и забирает, и отражает. И, естественно, оно набирает эту информацию. Это покажется странным, но в основе такой теории лежат элементарные законы физики. Отражение всегда сопровождается поглощением. Выходит, если мы отражаемся в зеркале, оно как бы съедает часть нашей энергии. Исследователи уверены, все происходит именно так. И чем дольше мы находимся перед зеркалом, тем больше энергии оно из нас выкачивает. Зеркало может напитываться энергией предметов людей, которые отражаются в нем. Накапливают энергию его эмоций, накапливают некие впечатления, которые были здесь, в этом месте. Зеркало всегда увеличивает, отражает, удваивает. После нескольких лет наблюдения американские ученые установили, если человек проводит перед зеркалом больше 7 минут в день, в его организме преждевременно начинаются процессы старения. Важнейшие биологические процессы замедляются. Способность клеток к регенерации резко снижается. Человек получает своего рода шоковый удар. Когда человек смотрится в зеркало, то ему бывает трудно оторваться. Это реальный эффект, который, может быть, многие замечали, что вот хочется продолжать туда смотреть, смотреть и смотреть. То есть там есть что-то, что фиксирует наше внимание, обладает гипнотическим эффектом. Возможно, именно поэтому восточные практики предупреждают «Ставить зеркало в спальне чрезвычайно опасно». В Азии этот неписанный канон соблюдается в каждом доме, но европейская культура слишком часто пренебрегает подобным предостережениям. Если пространство в спальне будет таить некие загадки, какие-то неясности, неопределенности, неосознанно человек не сможет расслабиться. Представьте себе, вы лежите в кровати, видите зеркало и какое-то пространство за этим зеркалом, пространство которого не существует. Программа «Тайны мира» решила провести свой эксперимент. На первый взгляд он покажется довольно простым. Наш корреспондент должен будет провести ночь перед зеркалом. В это время эксперты будут замерять малейшие колебания его жизненных показателей. Параллельно фиксируются энергетические потоки в районе самого зеркала. Ни наша съемочная группа, ни эксперты еще не знают, чем закончится этот опыт. Сначала мы проверим состояние нашего добровольца. Приборы показывают давление, температура и пульс корреспондента в норме. Это совершенно здоровый человек, полный сил и энергии. В первые минуты опыта зеркало будет завешено, чтобы исключить возможное взаимодействие человека с его отражением. Когда все готово, мы на время покидаем помещение. Сейчас ему предстоит спокойно уснуть. Когда человек погрузится в сон, в комнату войдут наши эксперты. Мы снимем плотную ткань с зеркала так, чтобы спящий полностью отражался в нем. Когда человек спит, то происходят определенные изменения или душа его путешествия в астральных мирах. Человек может увидеть себя, свое тело, что оно лежит. То есть он уже может проходить сквозь стены, он может оказаться в другом помещении. Датчики энергии работают параллельно. Один направлен на спящего, другой на его отражение в зеркале. Через несколько минут исследователи уже получат первые результаты. Смотрите далее. Уникальный эксперимент нашей программы. Чем грозит сон перед зеркалом? Кто-то навсегда лишается дара речи. Исследователи фиксируют десятки подобных случаев. Великий мастер зеркальных загадок. Где искать ключ к кодексу да Винчи? Леонардо да Винчи считал, что зеркало – это способ скрыть информацию. Отражение революции. Почему известный большевик попал в ловушку между мирами? Душа может застрять в этом зеркале. Леонардо да Винчи. Кто-то называл его гением, кто-то сверхчеловеком. Некоторые утверждали – художник практикует черную магию. Иначе как объяснить, что он опередил свое время на несколько столетий? Кто-то или что-то как будто диктовало ему информацию о грядущих событиях. Свои пророчества художник зашифровывал в форме загадок. А тексты таинственных ребусов писал справа налево, в зеркальном отражении. Это знаменитая картина одного из самых загадочных художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Над тайной Джоконды на протяжении десятилетий бьются ученые со всего мира. Куда направлен ее взгляд? Каждый, кто оказывается перед полотном, под каким бы углом они ни стояли, и уверяет – Мона Лиза смотрит именно на него. Ну, дело вот в чем. Когда говорят, что картина наблюдает за зрителем, вот бывает, что человек в итоге, как некое чудо. Что ты входишь, встаешь перед картиной, она, портрет смотрит на тебя, человек с портрета. Ты перемещаешься левее, и он как бы водит глазом. В декабре 2011 года американские ученые сделали неожиданное открытие. С помощью обыкновенных зеркал они изучили эту и еще несколько картин да Винчи. Все полотна художника объединяла одна черта. Герои, изображенные на них, смотрели как будто в пустоту. Но исследователи выяснили – взгляд героев устремлен на некий невидимый объект. Перемещая по поверхности картины обычные зеркала, исследователи искали ключ к тайне полотен великого художника. Работа над каждой картиной занимала несколько месяцев. И в конце каждого эксперимента ученых ожидал один и тот же шокирующий результат. Фрагмент изображения, отразившись в зеркале, образовал некую загадочную фигуру. Исследователи не верили своим глазам. Мона Лиза смотрит вовсе не в пустоту. Она некое таинственное существо в маске. Такой же образ повторяется и в известном этюде с Иоанном Крестителем. Странный лик, черты которого совпадают с удивительной точностью. Зашифрован в нескольких десятках картин великого художника. Леонардо да Винчи считал, что зеркало – это способ скрыть информацию. И фактически это был один из первых шифров, которые когда-либо были придуманы. Какой тайный код пытался передать да Винчи? Кому было адресовано это послание? И почему ключ к разгадке таится в зеркальном отражении? И будет по воздуху носиться зловещий пернатый рот. Они нападут на людей и зверей. И будут питаться ими с великим криком. Они наполнят свое чрево их алой кровью. Исследователи уверены, таким иносказательным образом художник говорил о создании летательных аппаратов. Большое заблуждение, что Леонардо был в основном скульптор и художник. В основном он пишет о своих инженерных знаниях, об умении построить танк, умении построить парашют, различные взрывные устройства. Но самое главное – расшифровать загадочные послания до Винчи ученые смогли совсем недавно. До этого его записи представлялись не более чем хаотичным набором букв. Ключ к отгадке тайны художника оказался прост, как все гениальное. Обычное зеркало. Он записывал это все весьма странным почерком и шрифтом. И долго не могли понять вообще, как это можно прочитать. Пока однажды кто-то не догадался, что если над страницей рукописи поставить зеркало, то в зеркале этот шифр будет представлен в виде вполне понятного алфавита. Откуда до Винчи получал информацию о грядущих событиях и открытиях? Количество его предсказаний говорит о том, что это не было случайным озарением. Кто-то или что-то как будто посвящал его в тайны того, чему было суждено сбыться гораздо позже. Но почему Леонардо сделал все для того, чтобы его современники не узнали об этих пророчествах? Глава крупного издательства Эраст Галумов никогда прежде не давал подобное интервью. Но сегодня только зрителям нашей программы он согласился открыть тайну кабинета, где ему приходится проводить большую часть своего рабочего времени. Ну вот мы находимся в том самом месте, где у нас происходят такие интересные вещи. В частности, вот на стыке двух плит старинного камина происходят вот такие движения и вот такой звук. А ночью на вопрос, а есть ли кто-нибудь в этом кабинете, вот это вот так сползает и падает. Загадочные звуки и необъяснимое перемещение предметов давно беспокоили сотрудников издательства. Долгое время Галумов отказывался верить в мистические рассказы своих подопечных. Но однажды ему самому пришлось убедиться в реальности происходящего. Я видел, как в зеркале возникает лицо фантома. Реально фантома, который я видел, и он возникал слева от меня, именно в старом зеркале. Я сейчас не могу сказать, что это лицо, но предположительно, это лицо Николая Ивановича Бухарина. Видный деятель большевистского движения Николай Бухарин действительно работал в этом кабинете несколько лет. Именно здесь, вероятно, перед этим самым зеркалом он и встретил первое обвинение в предательстве со стороны ЦК. Всего через пару месяцев его арестуют, и в этот кабинет он больше не вернется. В марте 38-го года приговор о смертной казни будет приведен в исполнение. Неужели это зеркало запомнило боль и отчаяние, которое отразилось в глазах его прежнего обладателя? Глаза очень такие, нечеловеческие глаза. Вы можете наблюдать эти глаза в фильмах ужасов там и так далее. То есть, на самом деле, такая кожа покрывается мурашками, когда все это видишь. И это недолго происходит. Нет желания долго смотреть это лицо. Вероятно, Галумов, сам того не подозревая, повторил путь десятков исследователей, которые с помощью зеркала научились открывать дверь в загробный мир. Зеркаль души мы можем увидеть как раз, как бы в помощь человеку дается, то есть ни одно открытие просто так не дается. Время, если пришло, оно дается. Если время не пришло, это не открытие. Парапсихологи утверждают, любой желающий может войти в эту астральную дверь. Но не всякий это выдержит. Кто-то навсегда лишается дара речи. Исследователи фиксируют десятки подобных случаев. И ни один из них медицина до сих пор не может объяснить. Современные исследователи уверены, эксперименты с зеркалами крайне опасны. Ведь души, которые оказались заперты в зеркальном коридоре, могут с легкостью перешагнуть в реальный мир. Душа может застрять в этом зеркале. И потом вывести из этого зеркала не помогает никакая не святая вода и прочее. Зеркало просто нужно разбить, уничтожить и выбросить. Собственный эксперимент программы «Тайны мира» продолжается уже больше часа. Наши эксперты синхронно считывают показания приборов. Один из них направлен на спящего человека, другой – на его отражение в зеркале. В течение первых минут устройства как будто замерли. Эксперты-скептики, кажется, перестают верить в успех опыта. Но внезапно стрелка прибора начинает двигаться. Датчик, направленный на человека, фиксирует негативные изменения энергии. В это же время в районе зеркала происходят положительные колебания. Что это? На протяжении нескольких часов эксперты фиксируют повторяющиеся скачки энергии. У человека она убывает и одновременно прибывает в зеркале. В это невозможно поверить. Китайцы не считают зеркало дверью в потусторонний мир, они считают зеркало активным участником энергообмена в пространстве. Колебания энергии начинают происходить все с большей частотой. Тому, что произойдет дальше, мы не можем пока дать логического объяснения. В это невозможно поверить. Но за несколько часов зеркало как будто полностью научилось копировать жизненные ритмы человека. Смотрите далее. Искривление времени и пространства. Что открыли советские физики на полуострове Диксон? Из этой точки открывается доступ в любую точку Вселенной. Кто создал зеркальную пирамиду в Тибете? Зеркальная камера работает. И почему Иван Грозный берег свое зеркало от посторонних глаз? Грозный обладал очень сильной верой в то, что судьба каждого человека управляется какими-то силами. По всей видимости, зеркало каким-то образом входит в резонанс с тем, кто в него смотрит. Существует версия, что один из самых кровавых правителей Руси, Иван Грозный, знал об этой особенности зеркал. Царь, по всей видимости, был не только верующим, но и суеверным человеком. Для русской элиты 16 века это было вполне нормальным явлением. Иван Грозный был человеком очень мистически настроен. Грозный обладал очень сильной верой в то, что судьба каждого человека управляется какими-то силами. Зеркала для царя и его близких делали мастера, имена которых были государственной тайной. Даже ближайшие соратники не знали страшного секрета зеркальной мастерской Ивана Грозного. Мастера работали в полной темноте. Они при всем желании не смогли бы даже взглянуть на царское зеркало. Они или были слепыми, или ослеплялись после. Это известные факты. Он лишал их зрения, потому что считал, что эти люди не должны передать эффект зеркал кому бы то ни было. И так нам удалось выяснить. Загадочным образом зеркала могут открывать доступ как к тайнам прошлого, так и к загадкам будущего. В это невозможно поверить. Но ученые утверждают, зеркало способно искажать поле времени. Простейшая машина времени – это два зеркала, отражающие друг друга. Именно здесь, в этом пространстве, между ними, и образуются коридоры, где время исчезает. Стирается граница между прошлым и будущим. Впервые такую гипотезу высказал астрофизик Николай Козырев. Он утверждал, с помощью системы вогнутых зеркал можно организовать пространство, где будущее и прошлое будет существовать одновременно. Тогда ученики Козырева еще не предполагали, его изобретение имеет реальный природный аналог. Тибетская гора Кайлас, которой поклонялись еще древние буддисты, представляет собой ничто иное, как систему гигантских вогнутых зеркал. Природных зеркал много. Горай Кайлас, Тибет. Это тоже природное или это рукотворное. Работало, эта зеркальная камера работала. Конец 1990 года. Заполярный остров Диксон. Именно здесь, в краю вечной мерзлоты, был осуществлен первый в истории человечества масштабный эксперимент по дистанционной передаче мыслей с помощью зеркала. Козырев, оставляя свое научное завещание, говорил, что если в лабораторных условиях удастся создать зону с уплотнением энергии времени, то из этой точки открывается доступ в любую точку вселенной. Когда система была готова к запуску, всю исследовательскую группу неожиданно охватил страх. Позже все участники эксперимента описывали это чувство одинаково. Паническое чувство ужаса овладевало человеком по мере приближения к установке. Но тому, что произошло далее, ученые до сих пор не могут дать объяснение. В момент запуска установки над зданием, где она располагалась, появлялся гигантский огненный диск. Неопознанный объект исчезал, как только работа прекращалась. И уже сразу мы отметили, что зеркала Козырева, вернее, моделируемое пространство в этих зеркалах обладает совершенно особым свойством. Вот именно этот посыл и был основой для проведения нашего нового цикла исследований. Ученые довели этот беспрецедентный опыт до конца. Один за другим испытуемые входили в зеркальную установку, некое подобие комнаты с круглыми отражающими стенами. Им предлагался набор символов, которые они должны были рисовать в своем воображении. В это же время в разных уголках мира, в Европе, Азии, Америке, другие участники эксперимента должны были принимать информацию. В их распоряжении не было никаких средств связи, только зеркальная установка. Результаты превзошли все ожидания ученых. В разных точках земного шара, в разных часовых поясах люди в буквальном смысле видели сигналы, которые им посылали из-за полярного Диксона. Но самый большой шок ожидал ученых позже. Среди сигналов, которые были приняты в ходе эксперимента, неожиданно стали появляться знаки древнейших цивилизаций. Более 70 изображений. Ни одно из них не было задано параметрами эксперимента. Каждая из них возникла в буквальном смысле из воздуха. Неужели во время эксперимента ученым удалось проникнуть в огромный информационный пласт шумерской культуры? Мало того, в шумерских захоронениях были обнаружены таинственные предметы, так называемые «зеркала тупу». Их назначение остается тайной по сей день. Диаметром до полуметра эти зеркала изготовлены из тщательно отполированных металлов, золота, серебра, меди и их сплавов. Для чего они были нужны? Для передачи сигналов на расстоянии? Для магических целей? А может быть, с помощью этих зеркал жрецы проводили те же самые эксперименты, что и современные ученые? И кто передал шумерам эти технологии? Это теория, что время от времени в средние века у людей появлялись, отдельных людей образованных, появлялись знания такого уровня, которые в принципе не могли быть получены эмпирическим, так сказать, путем. История знает немало примеров, когда труды ученых на сотни, а то и тысячи лет опережают своих работах, встречаются описания реактивных самолетов и перемещений во времени. Так, к примеру, встречаются упоминания некой машины будущего, которую сконструировал Нострадамус. Известно, что свои пророчества Нострадамус осуществлял не совсем с помощью астрологии, а с помощью специальной машины, секрет которой он вычитал в средневековых арабских манускриптах. Наконец, как мы помним, да Винчи тоже проводил свои опыты с зеркалами. Но что за образ зашифрован в картинах великого мастера? Если присмотреться, он в точности напоминает современное описание инопланетных пришельцев. Неужели и древних шумеров, и Леонардо да Винчи, и плато Наска, и далекий остров Диксон связывает одно и то же? Далекая цивилизация, которая владеет ключом к информационному полю Земли. Но, как мы убедились, вход через эту дверь открыт не всем. Мир за зеркалья жесток и порой беспощадно расправляется с нежеланными гостями. Зеркала окружают нас везде. Дома, на улице, на работе, в лифте. Мы сами порой не замечаем, как часто мы оглядываемся на свое отражение. Но верите ли вы до сих пор тому, что видите там? С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин